Парковок мало, машин много. Как следствие, автомобильный поток в центральной части Саратова выходит из берегов. Паркуются чаще всего вторым рядом, обозначая себя мекающими огнями аварийных сигналов. Следующий уровень он и впрямь выше. Это оставить машину на тротуаре. Вот Большая Казачья после Чапаева. Вереница автомобилей влезла через бордюр и стоит подальше от дороги. Здесь можно встретить как элитные иномарки, так и бюджетные модели, популярные у россиян. Эпидемия хаотичной парковки теперь уже от центра поражает и городскую периферию. Жители дома 17 по 4-й прокатной сообщают о захвате автомобилями и их владельцами зеленой зоны вдоль тротуара. Теперь вместо растительности на этом месте видны лишь следы от протекторов и, как следствие, голая земля. В качестве решения проблемы с пропускной способностью центральных улиц городские власти предлагают вести платные парковки. Тему обсуждают уже не первый год. Несколько лет назад из Саратова в Белгород даже планировался выезд местных специалистов для обмена опытом. На тот момент в Белгороде этот проект уже успешно работал. О результатах визита не сообщалось, а появление платных парковок откладывалось. Как уверяют в Дорожном комитете, сейчас начало реализации проекта уже на подходе. Первым этапом для того, чтобы запустить данный процесс, нам необходима утвержденная методика по расчету стоимости оплаты за одно или несколько парковочных мест. Данная полномочия находится на уровне субъекта Российской Федерации. В настоящее время подготовлен также проект данной методики Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Данный проект методики проходит в согласовании и ожидаем, что примерно к концу лета у нас будет уже опубликовано и вступит в силу постановление правительства Саратовской области об утверждении методики. После данного мероприятия мы на уровне муниципалитета запускаем все процедуры по согласованию и утверждению нормативно-правовых актов для того, чтобы этот проект запустить. Из разговора со специалистом становится понятно, что были не только в Белгороде, но и в Ижевске и Перми. У нас реализация будет проходить в три этапа. Первый охватит платными парковками территорию по Кутикову от Рахова до Радищева, по Радищева до Сака и Ванцети и обратно до улицы Рахова и по ней снова до Кутикова. Определились чиновники и со способом оплаты. Выбор сделан не в пользу паркоматов, а мобильного приложения. Открытым остается вопрос по стоимости за час стоянки. В марте этого года на заседании общественной палаты была озвучена цена в 40 рублей. Своё мнение по этому поводу горожане высказывали редакции в рамках уличного опроса. Да вы посмотрите, всё просто забито машинами. Просто на газону паркуются, на бордюре паркуются. Я считаю, да, в центре точно нужны. Если будут платные парковки, то будет развитие общественного транспорта, вот и всё. Стоимость 40 рублей сейчас предварительно. Это вообще как-то, на мой взгляд, это вообще ни о чём. Должно быть примерно. Ну, рублей 20-30. А сцент 40 рублей в час сейчас объявлено? Ну, в принципе, это достаточно так, и демократичная цена такая. Предварительная стоимость названа 40 рублей за час, конечно. За час? Много. Учесть общественное мнение обещала и мэр Лада Макроусова на апрельском заседании городской думы. Однако способ изучения не совсем понятен. Что касается в целом, да, публичного обсуждения, то в соответствии с 443-м федеральным законом об организации дорожного движения, статьей 10, тот орган местного самоуправления, который планирует под реализацию данного проекта, за 30 дней обязан публично в средствах массовой информации, в том числе на официальных источниках, разместить данную информацию. Безусловно, те сейчас проекты решений, которые у нас готовы, будут проходить обсуждения на заседаниях Саратовской городской думы. Мы уже, как комитет дорожного хозяйства, неоднократно проводили обсуждения на базе Саратовской областной общественной палаты, которая тоже, в свою очередь, проводила различные социологические опросы по выявлению мнения о внедрении данного проекта. В городской думе от видеокомментариев на тему платных парковок отказались. Спикер Сергей Овсяников аргументировал позицию тем, что вопрос не вносился на рассмотрение депутатского корпуса, хотя известно, что его представители принимали участие в обсуждении проекта в общественной палате. В муниципальном собрании пообещали, что в дальнейшем также будут руководствоваться мнением общественности. Пока же известно, что от центра Саратова платное парковочное пространство также должно захватить и окраины. При этом в большинстве случаев ночная стоянка на них, возможно, будет бесплатной.